Книга «Открытым оком» 27 том. Вопрос 3914. Тема канонизации. Говорят и пишут, что Иван Грозный будет обязательно канонизирован. Было ли принято такое решение на прошедшем архиерейском соборе? Отвечает Игнатий Тихонович Гладкин. Любая канонизация есть антиевангельское дело. Жизнь Ивана-царя была столь страшна, что и молиться-то за него не каждый будет, тем более, как пишут у Мирона во время игры в шахматы. А игра сия запрещена канонами. Почему не нужна канонизация Ивана Грозного? Кавычки открыты. Русское средневековье – это мир, принципиально отличающийся от нашего. Люди тех времен иначе думали, иначе веровали, иначе воспринимали время и пространство, имели иные нравственные идеалы, иное отношение человеческой личности. Это был мир традиции, раз и навсегда заведенного порядка вещей. Худшим обвинением служило слово «новизна», то есть разрушение устоявшегося социального института обычая, изменение древнего бытового уклада. А самая смелая реформа производилась под флагом «возвращение к старине», искаженное людьми недобрыми и неумными. Самое бурное общественное и культурное развитие, стремительное в кавычках смена картинок, воспринималось как плавание по огромному и неизменяемому океану от порта «Сотворение мира» до порта «Страшный суд» в кавычках. На корабле, где поколения команды сменяются другими поколениями. Шторм ли стоит на море или за пищи, а вокруг лишь вода и небо, чайки и ангелы, рыбы и водяные бесы. Любая перемена часть более глобального постоянства. Время поглощается вечностью. Время – палуба, вечность – океан. Позднее этот мир постарел, европеизировался и стал постепенно разрушаться, покуда не грянул последний залп 1917 года. В час от Старого мира мало что осталось, и в прежнем виде ему уже не быть восстановленным никогда. Хотя иное традиционное общество, надо надеяться, когда-нибудь еще будет построено в России. Но когда он переживал рассвет, каждому его жителю предназначалось роль и место в общественной системе. Личность человека была важна постольку, поскольку ему предназначалось принять участие в «Мистерии жизни», в «Мистерии жизни» уйти за кулисы и там получить оценку высшего судьи. А значит, главное предназначение христианского общества и государства стояло в том, чтобы обеспечить наилучшие, наиболее комфортные условия всех актеров, в кавычках, отказ от игры и от полученных мести с ролью в спектакле, прав и обязанности от места в жизни, от предназначения оценивался прямо противоположно современным этическим образцам. Бунт против системы в кавычках, обретения себя в кавычках, личная независимость, выход за общепринятые нормы, попытка сломать их воспринимались не только и даже не столько, как преступление, сколько замерзость или дурость. Человек вне общества, он же по терминологии того времени гуляй, гультяй, двор обретал для современников дурной смысл. Общественные тяготы переносились с терпением и смирением, но это одна из важнейших черт русской цивилизации. Люди видели в трудностях земных отблеск легкости небесной, в последней душе стояло на порядок выше любых других личных приоритетов. Общественный механизм XIV-XV веков напоминал большую деревню, где каждая княжества и каждая аристократическая республика представляли собой теплый ухоженный дом, посреди них выселся храм, общий для всех митрополий, а над крышами простирала покров сама Богородица. Создание Единого Московского государства превратило деревню в один очень большой дом, храм митрополии, домовую часовню патриархии, и лишь покров остался прежним. Однако это были изменения, поглощенные цивилизационным постоянством Руси. Их глобальный характер почувствовали только высшие слои общества, поэтому социальные конфликты XVI столетия в основном имеют верховой характер и не затрагивают толщу русской жизни. В этом громадном доме общий порядок ни для кого не предусматривал исключений. Государь и митрополит, а затем и патриарх были включены в действия. Им также не полагалось выламываться из общей системы, как и последнему бедняку-крестьянину. От них требовалось даже более неуклонное исследование роли, поскольку оба, в кавычках, играли на виду всего государства и земная, то есть общественная оценка их жизни производилась традиционным обществом именно по критерию соответствия предназначению. Если всем прочим социальная мобильность, сохранявшаяся в старом московском обществе XVI века, давала возможность по собственному желанию или по непредвиденным обстоятельствам переменить роль, судьбу и предназначение, то монарху и высшему архиерею страны можно было уйти на пенсию в кавычках только в монахи или на тот свет. За всю историю московского государства только два монарха совершали попытки сыграть не по правилам в кавычках, противопоставить себя старомосковскому общественному укладу и культурной традиции, утвердившейся под влиянием православия. Это Иван IV и Лжедмитрий I. Последний стал признанным антигероем русской истории и даже либеральной попытки представить его неудавшимся реформаторам в кавычках, ничуть не улучшили массовое восприятие этого исторического деятеля. Что же касается Ивана IV, то здесь все намного сложнее. Иногда создается впечатление, что этого государя сам Бог послал в Россию. Попущение всем его неудачам и злодеяниям возможно было уроком всей стране. Насколько славен и удачлив был православный царь, пока он был настоящим православным царем и не пытался уклониться от своего предназначения. И настолько мерзок, сжалок и несчастливый стал он изменив собственной роли. Иван IV возжелал не только править страной и народом, но и отделиться от них, стать над ними, преобразиться в независимую силу, ничем не сдерживаемую, ничем не ограниченную в своих планах и действиях по отношению к поданным законодательного правового ограничения ему и впрямь не существовало. Ни византийское, ни русское право его просто не предусматривало. Современные политологические представления о природе власти, социальная философия, навеянная духом эпохи просвещения, в принципе, негодны для того, чтобы устраивать суд над государями старомосковскими и их временем. Невозможно и бессмысленно требовать от Грозненской эпохи в соответствии к каким-то невнятным общечеловеческим ценностям, в кавычках, за которыми кроется рублифицированный либерализм. Но это не значит, что московская государство в зените существования своего не знало высшего смысла и высшей правды подчиняться, которым должны были в равной степени царь Иван Васильевич и какой-нибудь гарнизонный пушкарь из Шацка. А смысл этот и эта правда таковы. Государь всего лишь первый из христиан, равных перед Богом. Истинный царь, царь небесный. И все жители православной державы ходят под рукой его, смиренно подчиняясь его воле, чищат его заповеди и хлеб насущный, принимают из его невидимых рук. Над царем таким образом стоит суд Бога, точно так же, как и над каждым из его подданных. И подданные вправе заниматься, в кавычках, критикой справа, то есть ставить вопросы, относится ли к ним государь, как к членам огромной христианской общины, иными словами, как к членам колоссальной семьи. Он имеет право на строгость, точно так же, как и всякий отец семейства, но и заботиться о семействе точно так же обязан, как о родне. Чтит ли он заповеди? Добрый он христианин или же отступник? Еще византийская традиция позволяла отказать государю в повиновении, если он покушается на основу веры. Если государь отступничает, если он, в кавычках, ложный государь, стоит ли ему подчиняться? И как тогда у ромы, или свою жизнь, жизнь своей семьи, жизнь страны? Порой ответы на эти вопросы инициировали бунт по внешней видимости, в кавычках, бессмысленный и беспощадный, а в смутное время ответом на них стала титаническая борьба и социальная катастрофа. Каким же христианином был царь Иван Васильевич? И каким он был православным государем? Ивана Третьего гениальный политик, Иван Третий гениальный политик, оставил своему сыну Василию страну, находящую на пике цивилизованного развития, мощную, богатую, получившую наследие утонченного византийского интеллектуализма, бурно развивающуюся, защищенную энергичной дипломатией и свирепым войском выносливых воинов-помещиков. Василий Третий был достаточно хорош, чтобы не потерять основных приобретений отца и не ставить перед несущимся на полную скорость цивилизованным эшелоном искусственных препятствий. Даже русская искусств, жилая аристократия, своевольная и самолюбивая, отдала не столь уж много в период правления Елены Глинской, а затем в юные годы Ивана Васильевича. И вот молодой царь взял вожжи в руки систему управления пестрым военно-служилым классом огромной территории, полуслужившимися сословиями, да еще в условиях постоянной готовности федерация насмерть, отражая нашествие с юга и востока, оказалась безумно сложной. Церковь занята была важными реформами, и о сифлянство, и нестяжательство сцепились в клинче. Правильно, выстроенные отношения с церковью стоили дорогого, но добиться симфонической гармонии оказалось непростым делом. Россия в тех лет имела невероятное, запуганное, запутанное, да еще не до конца сформированное устройство, еще оставалось движение, ничто еще не успевало застыть. Чтобы адекватно справиться с страной, требовалась колоссальная воля, твердость, холодный и защеленный ум и одновременно чувство равновесия. Система адекватно действовала, покуда правитель видел влияние, каких групп требуется уравновесить, кого поддержать, а кому дать у корот, на каких условиях включить бывших властительных князей и московские правительственные круги, когда стоит им прощать фронту, а когда прощать нельзя и требуется применить силу. Иван III идеально подходил для этой задачи, Иван IV наследовал от деда один только масштаб мышления. Будучи нервной, аристократической натурой, артистической натурой, он больше умел выглядеть великим правителем, нежели быким. Он слишком многого ожидал от благоприятных обстоятельств, слишком быстро впадал в уныние, когда ситуация осложнялась. Государь не обладал должной твердостью и должной волей. Поэтому, испугавшись сложности и динамизма административной системы московского государства, Иван Васильевич попытался заменить постоянную, нешумную деятельность сладнокровного манипулятора мерами экстренного характера, упорством в достижении цели и простою жестокостью. Христианскую нравственность лицедейством Иван Васильевич не имел права поддаваться истерике, халить или леять нервную хлипкость. Он, государь, с него и спрос другой. Государь Иван Васильевич был исключительно богомолен, совершал то и дело паломничество в монастыре, даже пищу крестил за обедом. Он заказал молебны по душам собственноручно им, или по его приказу убиенных людей, приказав составить огромные синодики. И насколько можно судить, покаяние государя было искренним и глубоким. Он непоколебимо стоял против Елиси, не допустил в страну протестантизм. А в годы, когда московской митрополией правил святитель Макари, установил с церковью добрые отношения, однако он несколько тысяч раз нарушил заповедь «Не убей». Такого не водилось за другими государями московскими. Лишь деятельность Петра Великого по степени пролитой крови может сравниться с грозненской эпохой. Но это уже и время другое, когда старому московскому царству пришел конец. Бог судья Ивану Васильевичу, но никак невозможно, чтобы добрый христианин так звездовал. Владимир Святой Крестивший спрашивал у церкви, может ли он казнить, и церковь на себя приняла его грехи. Царица Елизавета Петровна отказалась от смертной казни, и даже скорый на расправу Петр I спрашивал патриарха, достойно ли казнить мятежных стрельцов. Если добрый христианин убил, даже защищая собственную жизнь, даже на войне в бою ему пристало скорбеть и сокрушаться сердцем и содеянным грехи. А чего же Иван IV убил людей так легко? Первый воевода страны, он добился концу царства, у него очень сомнительных успехов. Где-то территория, его держава расширилась, а где-то страна понесла утраты. Нет неочевидного успеха, неочевидного провала, но цена заплаченная за этот зыбкий баланс приобретений утрат непомерно высока. Россия страна редко заселенная, располагавшая сравнительно небольшой армией, которая должна была проявлять крайнюю мобильность, чтобы успевать всюду и везде. Потеряла слишком много представителей военнослужилого класса, при том, самый цвет его, то есть людей, относящихся к самой верхушке. Боясь собственных служителей аристократов, гневаясь на них за измененные замыслы и уничтожая их под влиянием страха и гнева, Иван IV нанес огромный урон обороноспособности страны. Царь отвечал перед Богом за сохранность отданных ему под руку единоверцев, отчего же он допустил московский разгром 1571 года. Отчего он не смог защитить столицу православной державы от мусульманского нападения? Первый дипломат страны Иван Васильевич упустил в несколько удобных возможностей выйти с малыми потерями и большим прибытком из тяжелой Ливонской войны. Не сумел подружиться с Крымом, хотя у деда его получилось, сделать агрессивных крымских ханов с своими союзниками не смог найти для истекающей крови России надежных и сильных союзников. Бывал заносчив с иностранными государями, когда Бог попускал его державе успех, но в положении просителя впадал в униженное состояние. Бог судья Ивану Васильевичу, но никак невозможно, доброму христианину столь мало заботиться о близких, тем более тех, чья судьба прямо зависит от слов его действий. Свою особую роль самодержан в христианском мире особый путь и спасение его души, особые его права, Иван IV являл кузличным, не стесняясь, не совпадение всего этого с учением церкви. Государь произвольно толковал Священное Писание, на протяжении многих лет он не подходил к причастию, предпочитая ему плоские утехи, подведя под свой выбор нелепое идеологическое оправдание, опричное спорище, и в частности, в кавычках, Слободский Орден, с серьезной точки зрения, толкует по-разному, то, как подобное монашеского ордена, то, как подобие монашеского ордена, то, как подобие эзотерического камлания, или прямо бесопоклонической, секты, устроители которой сделали посмешище из богослужения. Среди всех мнений об опричных порядках, особенно важности этих архиерея, и очевидца происходящего святителя митрополита московского Филиппа, а он в опричных обычаях, опричной одежде, повадке, опричников склонности и пролитию крови не увидел ничего христианского. Бог судья Ивану Васильевичу, но никак не возможно, чтобы добрый христианин выдумывал юридические измышления, устанавливал безбожные обычаи, пытаясь придать себе особое положение христианской общине. Первый русский царь заключил больше браков, чем позволяли ему каноны православной церкви. Любил ли он своих жен, знает один Господь. С некоторыми из них Иван Васильевич поступал сурово, с иными заботливо, будучи в браке с одной из них безостенчиво женихался к иностранной государине. А потомки и родственницы, не видев между тем ни той, ни другой, по святительству иностранцев, царь допускал прелюбодеяние и даже не скрывал этого. Летописец подтверждает это. После смерти первой супруги, царь нача яр быти и прелюбодействен зелом. В кавычках. Бог судья Ивану Васильевичу, но никак невозможно, чтобы добрый христианин так распутствовал. Наконец, отношения первого русского царя и церкви были далеко не безоблачными. До несчастного дня 31 декабря 1563 года, когда скончался святитель митрополит московский Макарий, государь находился под его благодетельным влиянием. И это было доброе время для страны, для церкви, для высшей власти. Наследовавшим от него московскую кафедру архиереям приходилось хуже Солоней. Митрополит Филипп восстал против опреччины и погиб. В разное время, помимо святителя Филиппа от царя и его приближенных, пострадали и погибли иные архиереи, в том числе настоятель Пскова, Печерский, святитель Корнили, новгородский архиепископ Леонид, архиепископ Рязанский Филофей, архимандриты московских Тимманова и Чудового монастыря Иосифа и Ефимии, архимандрит Солодчинский Исаак, архимандрит Троицкий Памва, архимандрит Антония и Васильской обители Геласии, Нижегородский, Печерский архимандрит Митрофан, причем на долю Леонида выпала страшная мучительская смерть, по приказу царя были убиты многие священники, монахи, церковные слуги и служилы архиерейские дворяне, архиепископа Новгородского, Пимена, Лишинсана, заточили Веневский, Никольский монастырь. Что же это за верующий, который как пес грызет собственную церковь, впоследствии о Грозненском времени с изумлением и печалью напишут в кавычки открытый царь, не устрашившийся же и святительского чина, он их убивая, он их заточению предавая, в кавычки закрытым. Помимо князей опал из ссылок в отношении людей духовного знания, государь безостенчиво вмешивался в церковную жизнь, вертя ее по своему произволу. Фактически он не пьет митрополичу власть до уровня какого-то простого приказного администрирования. Современники и ближайшие потомки разно написали состояние общества в Грозненском времени, но никто ничего доброго не сказал об отношении царя к церкви. Бог судья Иван Васильевич но никак невозможно, чтобы добрый христианин терзал и унижал свою церковь, ставя в полушку слова символа веры в кавычках воедину святую соборную апостольскую церковь в кавычках закрытой. Не так давно в окол церковной среде появилось движение за канонизацию Ивана Грозного, Григория Распутина и некоторых других спорных деятелей нашей истории. Мотив понятен. Естественно быть русским государственником, при этом крепко верующим православным. Многим хотелось бы встретить воедино эти два пристрастия, но любовь к кресту и любовь к национальной державности и разные вещи Далеко не всегда их можно соединить и скупить на жертвах и столов выше любых ценностей этапизма, любить свою землю, своих отца-отечественников, болеть душой за свое государство, желание понятное и правильное. Но все эти душевные порывы практически действия должны стоять в Иерархе, в Иерархе, фактически в подчиненном отношении к заповедям Господа и вере в Него. Хорошо, когда никакое противоречие не раздирает единство державы и Бога, заключенное в душе и мыслях верующего. Полагаю, в большинстве случаев это возможно. Но если нет, тогда истинно стоит троица следует предпочесть истине национально-государственных истине национально-государственных интересов. Не всех наших монархов, даже если это крупные политики, родители за Отечество и люди доброванные, стоит объявлять святыми. Любимые народом святые, равноапостольные, Ольга и Владимир, святые, благоверные князья Александр Ярославович и Даниил Александрович, святой, милосердный и богомольный царь Федор Иванович, совсем не политик, легко и естественно вошли в сон святых. Другие князья и цари не столько просто и в ряде случаев после горячей полемики, но в отношении Ивана IV церковной иерархии стоит прочный и непримиримый. Этот человек не должен быть канонизирован. Между тем, глаз Божий в таких случаях может быть донесен до общества лишь посредством соборного решения архиереев. Что же говорят архиереи? Вот отрывок из речи Патриарха Московского всея Руси Алексея II к лиру и приходским советом храмов города Москвы в кавычке открываются. Если признать святыми царя Ивана Грозного и Григория Распутина и быть последовательными и логичными, то надо деканонизировать митрополита Московского Филиппа, преподобного Корнилия Игуменомского Печерского и многих других умученных Иваном Грозным. Нельзя же вместе поклоняться убийцам и жертвам. Это безумие. Кто из нормальных верующих захочет оставаться в церкви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, развратников и святых. Вот слово архимандрита Макария Веретенникова. Напомню, что за время правления Ивана Грозного единственным митрополитом, который скончался своей смертью, оставаясь в главой церкви, был святитель Макарий. Все остальные митрополиты либо самым покидали престол, либо их низводили. О какой же святости после этого можно говорить? Столь значительные и уважаемые архиереи наши, как митрополит Санкт-Петербургский и Ладожки Иоанн, а также митрополит Волоколамский Петерим в баллы высказывались положительно государя Иване Васильевичу, но никогда не призывали к канонизации Ивана IV, вот и весь сказ. Вспоминается образ Юстиния Ана в пьесе «Отравленная туника», принадлежащая Перу Николая Степановича Гумилева. Император хотел быть мудрым и справедливым, хотел сыграть свою роль чисто, не фальшивить, но его терзали страсти. Политическое стяжательство и пошлая ревность губили веру государя, нравственность, мудрость. Вот и царь Иван IV, если и был великим в чем-то, так это в эмоциях, наполнивших историю страны звуками угрозы, бурный поток гнева, мутных ручей, ужаса, гремящая река похоти, оглушительный водопад гордыни, как у строителей земли русской, он хорош тем, что в истории его жизни звучит глаз Божий, призывающий поглядеть на царевые страсти, ужаснуться и укротить свои для человеческих ушей, тяжкие слова Бога, но этот дар его любви к нам, государь Иван Васильевич, вероятно, послан был нашим предкам в качестве подсказки или же испытания во исправление, это был настоящий бич русского народа, отучавший нашего человека от привычки к своевольству и в личном, и в общественном смысле, но будь же ты и к нему милости, Господи, все мы грешные люди, прости нас, прости и его, кавычки закрыты, первое Коринфянам 4,5 посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который светится скрытой во мраке и обнаружит сердечное намерение и тогда каждому будет похвала от Бога, первое Коринфянам 3,13 каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно и есть, второе Коринфянам 10,18 ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь, второе Коринфянам 5,10 ибо всем нам должно явиться предсудилище Христого, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Не сокрушайся, мой пророк, на все есть час, на все есть срок, пускай кичасть растет порог, будь зло добру святой урок, но не грусти твой господин, здесь не совсем еще один, не все пошли к Ваалу в сети, есть тайные у Бога дети, есть тайный фимиам сердец, который обонять мне сладко, они бегут ко мне украдкой, и я являюсь втайне к ним и их лелею, просветляю высоким истинным святым. 1826 год Федор Глинка